Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Встречались с парнем год, пишете вы. Он старше меня на два года, все было хорошо, но вот недавно начала то ли остывать к нему, то ли сама понять не могу, что происходит. Как-то то ли комплиментов мало, то ли внимания, в общем становилось скучно. Скажу сразу, он был против, чтобы я общалась или даже здоровалась с противоположным полом, меня это бесило, но не настолько, как недавно вот. В общем, я начала общаться со старым знакомым, мы пошли гулять с парнем моим, я взяла паузу, при этом я ему сказала, что я пошла, ничего не скрывала, чтобы общаться. Он мне не поверил, отбился, и это продолжается уже месяц где-то. Что значит отбился? Не очень, понятно. Я общалась до этого времени с этим знакомым, потом решила, что мой парень недорог, и что я хочу все вернуть, но не тут-то было, он видимо затаил сильную обиду на меня. Я решил от всего отказаться, чтобы опять с ним быть. От всего это от чего? Уже планы настроила, а он сказал, что я изменилась, что я осталась змеей, и что он не хочет со мной отношений, но любит меня. Что мне делать? Пишите, вы. Ну, во-первых, первое, что бросается в глаза, это то, что в ваших отношениях с именно парнем, не знакомым, а парнем, как будто бы не хватает какого-то, знаете, доверия, что ли. То есть, вот, нет доверия, как будто, он вам что-то запрещает, а вот, вам с ним скучно, как будто бы, да? Вот, и в целом, ну, вот, ситуация такая, она вот вызывает некоторые вопросы, потому что, как будто бы у вас мало общего, вот. Ну, как будто бы у вас, вот, недостаточно общего, а, как будто бы у вас, ну, немного, немного общего. И есть ощущение, что вы, как-то вот, знаете, боитесь, что ли, человека потерять, да, или он боится вас потерять, вот. Ревность, вообще, чувство очень такое, деструктивное, и в данном случае я бы, я бы вот сказал бы, конечно, что, ну, мужчина, он не уверен в себе, да? Ну, я бы сказал, что, человек, вот, в себе просто не уверен, вот, я бы сказал, что, ну, вот тут вот очень похоже на манипуляцию, то есть вот, ну, на какую-то попытку, проманипулировать, ну, проманипулировать вами, чтобы вы больше не уходили, чтобы вы больше не позволяли себе того, что позволили, вот, здесь, то есть, погулять с другим мужчиной, вот. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, конечно, как бы ваши, вот, ну, ваши ценности, скажем так, остаются под некоторым вопросом, потому что, ну, безусловно, я не осуждаю вас, ну, вот, за то, что вы, там, пошли с другим человеком, там, да, куда-то. Ваш выбор. Ну, мне кажется, что вам нужно действительно разобраться своими чувствами, как, например. К своему парню, да, вот, и, к знакомому, и к себе тоже, потому что, пока что вы, вот, на мой взгляд, не очень во всем этом отдаёте себе отсчёт, а это ведь очень важно, чтобы, ну, направлять своё поведение, вот, вот, чтобы, чтобы ваше поведение было, ну, нацеленным, да, вот. Очень желательно понимать, вот, свои, свои приоритеты и свои желания. Вот. А пока еще ничего, ничего такого у вас нет, у вас нет, к сожалению. И это, на мой взгляд, является основной проблемой сейчас. Вот. То, что вы говорите, вот, про свои планы, которые вы построили, да, такое ощущение, что эти планы, они работают только, ну, если вот, условно говоря, вы с молодым человеком. То есть, если вы без молодого человека, да, то планы не работают. То есть, как будто бы вам сложно опереться. Опереться на себя. И именно в этом направлении я и предложил бы вам двигаться. Вот. Понимаете, да? Конечно, если вы этого хотите. Вот. То есть, понятно, что если вы хотите над собой работать, то вам можно помочь. Вот. Вот. Вот как-то так. То есть, ээээ, еще раз, тот факт, ээээ, что вам скучно, да, было в отношениях своих. Говорит задомно, что, ээээ, между вами, да, собственно, мало общего, скорее всего. Вот. И именно смотреть нужно на то, как вы выстраиваете отношения. Вот. Ну, я имею ввиду, с человеком. Вот. На каких основаниях вы это делаете? На что вы опираетесь? Вот. Вот. Когда выстраиваете отношения с, допустим, мужчиной. Вот. Подумайте об этом. Подумайте, размыслите. А дальше можно будет с вами поработать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Интересно, я буду благодарен за обратную связь по моему. Ответы это позволят вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Будем надеяться, что ваша ситуация разрешится.